Здрасте! Всем, друзья, приветуленьки! Мы продолжаем играть в ферму и у нас идет уборка поля. Рис у нас созрел, а вот клюква не созрела, хотя, кстати, поле с клюквой я сеял раньше. Вот такая вот прохладная история. Значит, здесь у нас убирается рис, вот он вторую проходку только завершил и нормально, в общем-то, в него вылазит. Но урожая будет не так много, как было кофе или конопли. Также, друзья, мы, кстати, топливный завод запустили в прошлый раз и уже есть почти 10 кубов топлива. Кукурузы еще много, 38 кубов, так что все нормально. Еще, друзья, за кадром, что у нас изменилось? Да, ничего толком не изменилось, я отвез все урожаи и теперь у нас на балансе 840 тысяч денег. А единственное, я немножко поупарывался и пособирал ил. И хватило меня почти на 2 миллиона литров этого самого ила. Но, короче, фишка в том, что он регенерируется быстрее, чем я успеваю его возить. Озеро здесь было почти заполнено водой, но отосталось служиться. Короче, пока что мы ил не трогаем, этого нам хватит прям капец как надолго. Удобрения потихоньку будем производить. Может быть, когда построим мосты, у нас будет настолько много удобрений, что мы его продадим. А это, кстати, деньги, миллионы. Сколько у нас сейчас здесь удобрений есть? Уже есть 550 кубов, а это, грубо говоря, миллион денег. Так, само же производство работает и 50 кубов уже есть. В принципе, можно его даже опустошать, но ладно. Сейчас там пускай уборка. Уборка, уборка и уборка. Друзья, что мы сегодня сделаем? Я в прошлый раз говорил насчет вот этой вот лужайки. Как бы вот еще лужайка. Это же все наше добро. А, лужайка я не про эту лужайку говорил. Хотя эту тоже можно косить. Я говорил вот про ту следующую. Единственное, что здесь, конечно, мешает, это деревья. Посему, друзья. От этих деревьев надо избавиться. Берем брукс, который шел с картой. Берем его в аренду. 2900 он всего стоит арендовать. И, в общем-то, поехали займемся делом. Большой трактор у нас занят. С помощью маленького покатаемся. Там 10 деревьев. Я понимаю, что оно будет, наверное, муторно. Но ничего страшного. Вообще, друзья, судя по ТТХ, вообще этому трактору тоже не будет хватать. Но будем надеяться, что эта штука будет работать. И она вроде как и пеньки за собой удаляет. Вроде как. Но это не точно. Давайте посмотрим, вообще работает оно или нет. Что-то вроде как-то даже и работает. Опс. Понятно. Разгружаться будем долго. А пеньки оно удаляет. Слушайте, шикарная игрушка. Видимо, по два дерева мы убираем. И потом едем разгружаться. И я думаю, что таймлапсик здесь будет прям в тему. Продолжение следует... Ну вот на этом, друзья, как бы у нас и все. Что у нас тут по щепе? 300 с лишним кубов получилось. Может быть даже 400. Да, будет 400 здесь. Щепа, друзья, нам понадобится. Мы ее продавать не будем. Когда построим лесопилку, лесопилка может работать на щепе и угле. И у нас как раз есть щепа, поэтому все у нас прекрасно. Далее. У нас есть вот такая вот лужайка. И нам надо, друзья, купить косилку. И знаете, какую косилку мы купим? Правильно. Именно то, что было на обложке к этому ролику. Разумеется, электротрактор это просто моя любовь. Это вот пупучка. Блин, а какого цвета его сделать? Сначала купим косилку. А сколько это трактор лошадей вообще? Ну-то мало ли сейчас какую-нибудь суперкрутую. 68 он лошадок. А вот эта косилка требует 60 лошадок. Простая математика говорит о том, что электротрактор ее потянет. Поэтому мы ее берем. Получается красно-желтая такая Петтингер. Или как он там называется. И соответственно маленькую тракторешку. Которую мы красим. Такого цвета как бы нет. Давайте джонниковский желтый. Не, он такой не слишком яркий. Давайте тогда кейс. Красный похож. Пойдет. Можно даже двойные колеса запихнуть ему. Не знаю какой в этом смысл. Но пойдет. И вот это наше прекрасное нечто. Подцепляем. И он даже с этим едет. Как ни странно. Слушайте, нормально даже едет. Может быть даже будет косить. Сейчас посмотрим. Не, просто знаете One Love. Обожаю этот трактор. Жалко только, что мало с чем его можно использовать. Он едет и он едет быстро. И все у него прекрасно. Отлично. Меня это полностью устраивает. Трактор, друзья, мы сворачиваем. Я, конечно же, кататься не буду сам. Мы зарядим курс плейчик. И этот самый курс плейчик надо сделать. Давайте-ка мы выберем какую-нибудь точку. Вот одну. Давайте там, где у нас лужайка. Вот оттуда и начнем. Да. Там, где точка автодрайва. Прелестно. У нас будет куча травы. А где вот у нас вот эта точка-лужайка? С Лешей это тоже все выкашивал. Ладно, давайте отсюда тогда и начнем. Начинаем запись маршрута. Объезжаем вокруг поля, чтобы сделать ему границы. Редактор субтитров А.Семкин Так, есть вероятность, что я вылез немножко за пределы нашей территории, но ничего страшного. Мы в любом случае когда-нибудь 19-е поле купим. Может быть потом переделаем эту лужайку. Может быть еще что-то. В любом случае мы генерируем маршрут. Ты едешь по кругу 5 раз. Причем против часовой стрелки. В принципе можешь сглаживать. И это вот такой вот маршрут. В целом пойдет. Этот маршрут мы, друзья, сохраним. Это будет покос лужайки. Вроде бы все хорошо. Давайте, друзья, еще мы знаете, что сделаем? Нам надо поехать на базу и поставить заправочную станцию. Точнее не заправочную, а зарядную. Это у нас электротрактор. Он у нас не ест солярку, но потребляет электричество. Поэтому зарядная станция нужна. Надо найти ему парковочное место и где-нибудь эту самую станцию поставить. В идеале, конечно, эту станцию зарядную поставить прямо в ангар куда-нибудь. Около парковочного места. Но хороший вопрос, даст ли нам игра это сделать? Эти вот ангары такие ничего большие. Вот такой маленький трактор там место занимал, чтобы это кощунство. Вот это место неплохое, согласен. Парковка-сажалка. Давайте-ка назад отъедем, чтобы он туда... Посмотрим, где он останавливается на парковке. Парковка-сажалка. Давай, съезди туда. Ну и нормально он, в общем-то, припарковался. Зарядную станцию, мне кажется, можно поставить прямо вот с той стороны. Да, в самом ангаре ее не расположить, увы, никак. Но ее можно поставить вот здесь. Бздынь. И она здесь стоит. Теперь хороший вопрос, трактор видит ее или нет? Трактор ее не видит. А это на самом деле грустненько. Тогда, друзья, мы эту самую зарядную станцию сносим оттуда. И ставим другое место, в которое мы будем подъезжать на тракторе. Блин, ну вот в идеале ее поставить прямо здесь. Но нельзя поставить в ангар. Почему, не знаю. Она должна стоять на улице. Давайте тогда поставим вот здесь вот около крыльца. Вот так вот, бздынь, нормально пойдет. Соответственно, когда нам надо будет зарядить трактор, мы едем к нашему домику. Вот здесь его паркуем, и здесь трактор заряжается. Он, кстати, по-моему, на два трактора работает, да? Беспроводная зарядка, новые технологии. Кстати говоря, я же, наверное, бросил... Да, я здесь бросил трактор, и он мешает. Давайте уберем. Это не дело, а то у нас работа стала. Все, стой пока здесь. Вроде как здесь ты мешать не должен. Ну, погнали, разберемся дальше с этим товарищем. Так, парковка-сажалка. Соответственно, мы назначаем ему это парковочное место, и переименовываем его парковка-электротрактор. Просто есть уже станция парковка-косилка, я точно знаю, чтобы не запутаться. И значит, ты у нас, друг, едешь на лужайку. Оно, по-моему, в полях находится. Да, поля, лужайка. Начинаешь работать по курс-плею, по маршруту по кос-лужайкам. Со стартовой точки, и используешь автодрайв для парковки. Вот так вот. Соответственно, он отсюда едет, кусит ее, и возвращается обратно. Не будем такую процедуру периодически делать. Наберется там дохренища травы, и все будет классно. Теперь вопрос у нас, созрело ли вот это вот поле. Урожей созрел, отлично. Значит, после того, как уберется рис, можно будет сразу приступить к сбору клюквы. У нас на балансе есть еще 771 тысяча, друзья, и надо нам тоже еще технику докупать. Нужно ускорять перевозки. Здесь они длинные на карте, поэтому мы берем тяжелого мана. Вот такого вот золотого колоса. Красим его в красный цвет и покупаем за 166 тысяч. К этому ману берем стандартный прицеп на 59 кубов. За 78 тысяч. И тоже покупаем. Шикарно. Поехали тоже сразу найдем вам парковку. Выберем какую-нибудь. О, у нас перевозки теперь будут в миллион раз быстрее. В идеале эту фуру, конечно же, поставить где-нибудь слева от ангара. Как у нас там точки называются? Ни хренашеньки не видно. Еще... О, парковка красный прицеп. Мне кажется, это идеально просто вот для нас придумано. Парковка красный прицеп. Идеально. Назначаем мы это парковочное место. А и в принципе работы для тебя, наверное, сейчас-то и нету. Но ману у нас появился, и это прекрасно. Во. И вот здесь он будет стоять. Мне кажется, шикарно. Да неужели я там неправильно подъехал? Вот черт. Ладно. Значится, что мы дальше делаем? Этот товарищ у нас свое отработал. Брукса мы отцепляем. И, в общем-то, этого товарища на парковку мы тоже отправляем. Он... На сегодня ему хватит. Нашел место? Нашел место. Отлично. А Брукса из аренды мы сдаем. Деньги-то у нас остались. Надо бы их тоже как-нибудь потратить. И следующая из техники, что нам неплохо было бы приобрести, друзья, это сейлка побольше. Вообще, на самом деле, конечно, и культиватор не помешал бы. Но пока что мы ничего не культивируем. А вот сейлка нужна. У нас есть вот такая вот на 6 метров. И больше она нам не нужна. Мы ее продадим. Соответственно, вот этот зеленый трактор мы повесим на удобрялку. И, в общем-то, они будут друг к другу привязаны. И все у них будет прекрасно. И поэтому берем вот этот трактор, цепляем сейлку и отправляем его в магазин. Почему у меня здесь перецеплен культиватор? Я вообще без понятия. Я им не пользовался, честное слово. А, у нас тут еще семена остались. Ну ладно, семена это не проблема. Семена мы выгружаем. Вот здесь вот бзды. И все. Семен больше в сейлке нет. Поехали ее продадим. Я вот сейчас подумал, раньше не приценились, сколько стоит сейлка и трактор к ней. Прикиньте, сейчас денег не хватит. Вот смеху будет. Так, ты готов? Едь домой. Ты нам здесь больше не нужен. Давай шуруй на базу. Там потом с тобой поиграем. Сейлку, друзья, старую мы продаем. 48 тысяч. 9 часов она отработала. Состояние у нее шикарное. И погнали смотреть, что мы купим вместо нее. Разумеется, друзья, наверное, самый популярный вариант. Это вот такой вот хорш. Еще интересный вариант, это, конечно же, вот этот Лемкин. Но она без культиватора. Культиватора у нас пока что нету. В будущем, конечно, планировал его брать. Но, значит, у нас будет вот этот вот хорш, который и удобряет, и все сразу делает. Насчет того, сможет ли автодрайв пополнять сам семена и удобрения, я, честно говоря, не знаю. Но, в общем-то, сейлку за 104 тысячи мы берем. Она требует 270 лошадок, и она красного цвета. Исходя из этого, выбираем себе еще один трактор. Мне, например, вот эта пума нравится. Она на 225 лошадей. Но за доплату из него могут сделать 270 лошадей. Так как рельеф здесь на карте везде плоский, в горку ему нигде работать не надо будет. Ему, в общем-то, этих мощей хватит за глаза. Поэтому берем, и у нас остается еще 260 тысяч. Это шикарно. Во, у нас, в общем-то, появилась вот такая вот парочка. Поехали на ней домой. Дом, милый дом. Так, первое, что надо сделать, это, конечно же, мы загружаем сюда семена, которые мы выгрузили из прошлой нашей сейлки. А бункер, я смотрю, тут не сильно большой, да? Блин, был бы культиватор, синяя сейлка, конечно, была бы предпочтительна. Но, знаете, со временем еще обновимся до нее. Не вижу в этом никакой проблемы. И оно все не влезло, представляете? Вот это, здрасте, приехали. Пара литров буквально не хватило. По-моему, было 3.23 в той сейлке у нас. Но ничего. Так, здесь есть парковочное место, я точно знаю. Парковка-культиватор, парковка-сеялка, парковка-удобрялка. Знаете, друзья, чтобы не переименовывать эти все точки, мы сейчас перегоним культиватор на место для культиватора. А удобрялка и сеялка у нас будут на своих местах. Можно, конечно, и попереименовывать это все дело, но зачем? Во, все, загоняем тебя за культиватор. Что это у нас тут за точечка такая, а? Нехорошая. Просто точечка, ничего страшного. Возвращаем это на место. И это глушим. Начнем, друзья, вот с этого трактора. Может, как проседает FPS, когда открыта вот эта вся карта. Но ничего, друзья, потерпите, я тоже страдаю вместе с вами. Так, сцепляем удобрялку и парковки, 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 парковка, удобрялка. Назначаем раз и назначаем два. После чего мы берем этого товарища и отправляем, чтобы он припарковался сам. Вот отсюда. Я не знаю, зачем я это делаю. Просто, чтобы посмотреть, убедиться, что все хорошо работает. И далее мы берем вот этот трактор и проворачиваем абсолютно ту же самую операцию с парковкой-сеялкой. Блин, новый трактор еще чистый, аж противно. Так вот, парковка-сеялка. Парковка-сеялка. Назначаем раз и назначаем два. И тебя туда же отправляем. Выключаем, наконец-то, карту. Перестает лагать, возвращается 60 FPS-иков. И жизнь становится немножко прекраснее. Теперь смотрим, чтобы они припарковались нормально. Первым, разумеется, приехала у нас удобрялочка. Сейчас, если он заедет... А он заедет, в принципе, я тоже на этом сайве играл с этой картой. Все тут нормально будет. Тем более, у меня аппараты меньше, чем здесь рассчитано. Они здесь нормально заезжают. Хотелось бы, конечно, чтобы они чуть подальше заезжали, чтобы можно было гараж закрывать. Но, ладно, мы этого делать не будем. Все, удобрял. Вот удобрялка, кстати, вот заехала. И можно потом даже и ворота закрывать за ним. Но мы этого делать не будем. Я, знаете ли, небольшой любитель открывать-закрывать ворота. А вот и приехала сиелка. Она, скорее всего, тоже четенько сейчас заедет. Все здесь будет нормально. Хотя, на самом деле, вот такая сцепка, она при движении задним ходом не сильно управляемая. То есть, тяжело. Она очень резко поворачивает. С другой стороны, если медленно и аккуратно заезжать, то вообще все четко. Вообще шикарно заехал, да? Лепотам. Люблю, когда вот так вот все работает. Так, что делать вот с этой штукой? Самый простой, конечно, вариант, это взять мана. Даже не мана. Мана это кощунство брать, чтобы загрузить 23 литра семян. Мы берем вот этот трактор. Заполняем вот эту вот штуку. 23 литра, я угадал. Вот, разворачиваемся, разумеется. И говорим ему, что надо съездить и выгрузить вот это все дело в мой элеватор. Вздынь. Погнал. Вот, соответственно, он выгрузит и обратно станет на место. Кстати, ману надо, друзья, прописать в настройках припарковать по завершению. Да, применить, шикарно. Что, друзья, из техники нам еще вот такое вот прям катастрофически необходимо. Это, конечно же, нам нужна, во-первых, сажалка. Во-вторых, нам нужен чизель-культиватор. Желательно даже два, но это не сильно дорогое удовольствие. Взять два четырехметровых и, в принципе, нормально. На случай, чтобы избавляться от красноты после культур, которые требуют спашку. Плуг, друзья, нам не нужен. Он у нас, во-первых, есть. Во-вторых, он может понадобиться только, если мне захочется поляп какие-то пообъединять. Но пока что у меня в планах такого нету. Когда это будет, это не скоро, короче, будет. Но и нужен, друзья, еще наш любимый синенький вот этот культиватор, который из 22-й фермы, кстати, выпилили. Сволочи. Вот. И с этим уже как бы можно вот прямо работать. Конечно, не помешал бы еще один комбайн. Не помешало бы там еще для травы потом валковая жатка и все такое прочее. Но пока что вот цель, кстати, что у нас там с этим сам, с косилкой он там работает. А он тут работает. Интересно, а где у него заканчивается вот наша территория? Ну, понятно. Примерно. Я, кстати, не сильно вылез, что удивительно. Вот. Короче, этот товарищ пускай косит. Вот. Вот эту траву, вот эту. Я буду ее просто косить. В следующей серии мы ее покосим. Может быть, между сериями мы ее покосим. Хотя, не знаю, посмотрим. Короче, буду ее потихонечку косить. А потом когда-нибудь, когда она нам понадобится, мы ее соберем. Хотя, есть вероятность, что после 4-5 вот таких слоев покоса, ее там будет настолько много, что дальше трактор не сможет ездить. Но ладно, это все не важно. Я очень много говорю слова ладно. Ничего не могу с собой поделать. По факту, кстати, имея вот эту уже технику, такую более у нас современную, можно даже и контрактами заниматься. Но на самом деле не сильно пока хочется. Хотя, если будет какой-нибудь супер классный контракт на удобрение. Тут, кстати, на тюковании появляются контракты очень много. И боюсь, что на этой карте со временем у нас все будет зарастать травой. Трава. Да, некоторые поля засеиваются травой сами. Ну, точнее, NPC так делает. 10-е, 14-е, 38-е, 39-е они не были засеяны травой. И после того, как тут появляется трава, она уже не исчезает. Но, в принципе, мы контрактами не занимаемся, так что это не сильно интересно. На этом, друзья, эту серию я закончу. Обновили технику. В принципе, тоже хорошее занятие. А в следующий раз придумаем, что делать с нашим урожаем. Плюс я еще что-нибудь посею. Сколько вот он на данную секунду рис собрал? А слушайте, а неплохо-то риса получается. 222 куба, но рис не сильно дорогой. То есть, с двух полей можно вырастить, скажем так, кубов 500. А с учетом того, что он зреется намного быстрее, чем кофе или конопля. Но, в принципе, неплохо. Неплохо, я доволен. Единственное, что по цене он, конечно, дешевенький. 230. Не самая высокая цена. Такое себе. Ну, ладно, в общем-то, что-нибудь в следующий раз мы будем собирать. Это не проблема. На этом, друзья, у меня все. Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропускать. Лайкусики, комментарии, все как обычно. Спонсорам огромное спасибо за поддержку. Серии заранее выходят у нас на Boosty. Плюс там бывает иногда попадается всякий эксклюзивчик. Для спонсоров ссылочка в описании. Зайдите, посмотрите, что там уже выложено. Ну, и, в общем-то, у меня сегодня на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-ки.